Адыхи больше ценили родственные отношения и искреннюю дружбу, чем богатство, что отразилось в их пословицах и поговорках. Стофым нахляб ощееб. Нет на свете ничего дороже человека, гласит адыгская пословица. Из-за стремления приобрести как можно больше родственников и друзей, у адыгов возникли разные обычаи и традиции, которые способствовали установлению искусственного родства между различными семьями и их родственниками. Таковым был обычай оталычества. Он заключался в том, что ребенка с ранних лет отдавали на воспитание в чужую семью, и по истечению определенного времени он возвращался в родительский дом. Само слово оталычество происходит от слова оталык. Оталаком звали человеком, который взял ребенка на воспитание, а самого ребенка называли ор, что означает воспитание. Оталык воспитывал чужого ребенка так же тщательно, как своих детей, и относился к нему так же строго. Чтобы стать оталаком, нужно было быть достойным, уважаемым в обществе человеком, смелым наездником, соблюдающим адыгский рыцарский этикет. Ведь всему этому нужно было научить своего воспитанника. Немало внимания уделял оталык и закаливанию ребенка, который впоследствии должен был переносить и голод, и холод, и физическую боль, не только без стона, но и с презрительной улыбкой на устах. Девочек тоже отдавали на воспитание в чужую семью. Воспитанием ее занималась жена оталыка, приемная мать. Она учила девочку шить, вышивать, готовить и прилагала все усилия к тому, чтобы научить ее адыгским обучаям, традициям и этикету. По достижении ее совершеннолетия девушку возвращали в родительский дом с большими почестями, так же, как и воспитанника. Воспитанники и воспитанницы на всю жизнь сохраняли сильную привязанность к приемным родителям. Редактор субтитров А.Семкин